Всем привет! Запишу видео об еще одном очень классном, очень красивом и хорошем месте. У нас здесь во Фредериктоне, Риверс Ю Орчард. Это маленькая ферма. Здесь очень-очень красивый вид. И можно собирать очень много фруктов, яблок, кукурузов, овощей, все что хотите. Вот самое главное, это здесь вот этот вот очень-очень красивый вид. И здесь, мне кажется, у нас во Фредерике это одна из самых больших ферм, потому что здесь мало того, что большой будет выбор всего, вот еще и есть детская площадка, чтобы детки могли поиграть. Хотя я не очень сильна в фермах, может быть, есть где-то еще больше. Но, в принципе, здесь все фермы приблизительно одинаковые. Вот козочки, можно козочек покормить с ними, поиграть. И собирать, по-моему, всего опять ветер. Итак, здесь начинается сезон с клубники. Можно собирать клубнику, кукулину, кукулику. Здесь, по-моему, единственное место в городе, где можно найти вишню. Вишня здесь маленькая, такая типа дикая. Но именно вишня, не черешня. И это единственное место, где мы вот раз в год едем, покупаем немножко вишенки. Покупаем или собираем. И раз в год я делаю детям несколько дней вареники с вишней. То, почему мы очень-очень скучаем и что мы здесь не можем купить, как бы вообще невозможно купить здесь, это вишню. Так что даже та малепусенькая вишенка, которую мы собираем здесь, это уже хоть что-то на вареники. В принципе, все равно, большая или маленькая. И хоть такие на вареники с вишней каждый год мы кушаем. Вот, ферма здесь огромная. Кроме ягод, здесь есть много-много яблок, очень много разных сортов яблок. Здесь вообще как бы во Фредриктоне, ну по Канаде, очень распространено то, что люди сами приезжают и сами собирают. То есть едут на фермы, берут пакетик, платят либо за пакетик, либо за вес или корзинку для клубники, например. Собирают ягоды, яблоки или что тут есть и вот так вот покупают их. Здесь еще проводится раз в год какое-то время здесь корнмейс. То есть тут вывозят людей в поле с кукурузой, делают там такого типа лабиринта. И надо этот лабиринт пройти. Вот типа такое развлечение. Мы ни разу не были, но может быть когда-то и поедем, типа интересно. Вот, вот такой вот здесь очень красивый вид. Еще раз расскажу про то, как здесь все это происходит на фермах. То есть вы едете на ферму, смотрите в интернете любую ферму, в которой можно сделать юпик. Не важно, что это в сезон. Допустим, есть сезон клубники, голубики, малины, вишни. Есть сезон яблок, груши здесь будут. Не знаю, есть ли сезон персиков. Знаю, здесь есть еще сливы бывают, по-моему, какие-то. Вот, есть сезон кукурузы, кабачков, чего-то такого, овощей. Вот, все фермы работают на одном и том же принципе. Вы приезжаете, платите денежки. Вот, например, если это клубника, то вы платите денежку за коробку. Вернее, скорее всего, сразу вы приходите, берете коробку или берете коробку для клубники, пакет для яблок. Ну и смотря что, опять-таки. Идете, набираете. Набираете столько, сколько сможете набрать. Естественно, можете всей семьей кушать сколько угодно, чего угодно, что найдете. Вот, мы один раз приехали, практически не было клубники. Мы приехали вечером, ее уже всю собрали. В итоге мы так хорошо поели и ничего даже не заплатили, потому что коробочка была пуста. Зато дети съели вдвоем почти всю коробку. Но мы тогда вишню купили. Вот, но неважно. Короче, говорят, все, что хотите, все можно съесть. И собираете. Либо это будет несколько коробок клубники, либо это будет пакет яблок или вообще что-то такое. Приходите, они взвешивают. Вот, например, яблоки они взвешивают. Один фунт, один доллар. А клубнику они по коробочкам. То есть, сколько коробок насобирал, столько ты денег оплатишь. По-моему, 4 доллара стоила коробка клубники и 4 доллара коробка вишни. Вот. Так что, очень классное здесь место. Очень красивое. Это недалеко от Мактаквака. Получается где-то 20 минут ехать от центра Фредриктона. Нам от дома где-то 23 минуты мы ехали. Вот такая здесь красота. Здесь очень приятно приезжать, собирать что-то. Мы где-то раз в год на яблоки приезжаем, раз в год на клубнику и раз в год на вишню. В этом году мы клубнику собирали еще в другом месте. Там просто было поле. Не было никаких развлечений, ничего. И особо не было никакой красоты. Оно как бы в деревьях поле. Приходишь и собираешь. Плюс близко к дому. Там буквально 5 минут ехать. Минус нету вот такой вот красоты. Так что, вот это вот Ричардс. Нет, Ривер. Называется эта фирма Ривер. Уорчард. Смотрите в Фейсбуке. Они в Фейсбуке постят обычно информацию, когда они работают, что у них есть. У них группы во всех, в принципе, здесь фермах есть группы в Фейсбуке, в которых они постят, что у них есть, что можно купить. Я не знаю, иногда постят цены, иногда постят, что они там закрыты или еще что-то. Так что всем удачи в сборе фруктов. У меня круто обещаем. Удачи! Удачи! Удачи!